Издательство «Эксмо». Валерия Вербинина. «Московское время». Все персонажи и события данного романа вымышлены. Любое сходство с действительностью случайно. Глава первая. После представления. В Москве не бывает весны. Михаил Булгаков из Черновиков Мастера и Маргариты. Ночью по Москве ходить опасно. И вовсе не опасно, мысленно одернула себя Нина. А просто, просто хочется поскорее оказаться дома, где так уютно горит лампа под крепдышиновым абажуром. Тьма таращится в окна, но ты не боишься ее. Ты знаешь. Она снаружи. А ты для нее недосягаема. Потому что находишься под защитой своих стен. Совсем другое. Идти после полуночи по почти что безлюдной улице. Под стук собственных каблуков, которым вторят толчки сердца. И Нина даже пожалела, что сгоряча отказалась от предложения своего нового знакомого, студента Былинкина, проводить ее. С Былинкиным ее познакомила подружка Ленка, благодаря которой Нина и оказалась сегодня в Большом театре. Ленка уверяла, что они идут вдвоем. Но на месте обнаружилось, что к их компании присоединились этот Былинкин и его родственник. Какой-то наркомовский служащий. Солидный брюнет, сорока с лишним лет. То есть, все равно, что старик. Имя служащего Нина не запомнила. Потому что им прочно завладела Ленка. А ей волей-неволей пришлось развлекать студента. Былинкин спросил, как она относится к классической музыке. И тотчас же сообщил, что сам к операм равнодушен. И вообще ему нравится джаз и вертинский. На языке у Нины вертелся вопрос. Зачем же в таком случае ее новый знакомый пришел слушать оперу? Но спросить она так и не осмелилась. В присутствии людей, которые были ей антипотичны, Нина терялась. А Былинкин ей сразу не понравился. Смотрел слишком пристально. Пытался поддержать разговор, когда уже играла музыка. И вообще, у него была дурацкая фамилия. И прыщ над верхней губой. Но теперь, когда последний оживленный перекресток остался позади, и Нина, по привычке срезая дорогу, углубилась в лабиринт старых улиц, не затронутых грандиозными перепланировками последних лет, она поймала себя на мысли, что зря запретила студенту провожать себя. Ей было бы куда спокойнее, если бы рядом находился кто-то, пусть даже с прыщом и нелепой фамилией. Холодный ветер бил в лицо. Фонари источали болезненный желтый свет. С неба сыпалась мелкая противная крупа. Весна в 1939 году выдалась снежной и неласковой. Упрямо наклонив голову в белом беретике и крепко прижимая к себе новую сумочку, Нина бежала сквозь апрельские сумерки. Берет был почти как у Норы Полонской в «Трех товарищах». Для полного сходства не доставала только вышитой собачки, на которую Нина не отважилась, потому что сама вышивала неважно, а мать Зинаида Александровна, которая как раз была на все руки мастерица, объявила, что собачка тут совершенно лишняя, и Нине без нее гораздо лучше. На самом деле, Зинаида Александровна не одобряла личность, которой дочь пыталась подражать. Положим, Маяковского мать Нины тоже не одобряла. По ее мнению, для поэта Маяковский вел себя на редкость антипоэтично. Но Полонская, ставшая причиной его самоубийства, и вовсе не вызывала у Зинаиды Александровны восторга. Нина же, в силу возраста, смотрела на вещи совершенно иначе. Смерть из-за неразделенной любви казалась ей чем-то возвышенным, романтичным и необыкновенным. В зале кинотеатра она с волнением глядела на экран, на аппетитную молодую женщину с усталым лицом, томно изображающую роковую женщину. В сюжете присутствовала не только она, но и история мужской дружбы, не выдержавшей испытаний. И даже взрыв моста, осуществленный, впрочем, из самых благих намерений. Но о взрыве Нина забыла, как только вышла из зала. После фильма она стала носить берет, хотя раньше была равнодушна к этому головному убору, и вообще стала уделять одежде куда больше внимания. Увы, коричневое пальто, в котором она ходила, при всем старании нельзя было сделать модным. С сумкой Нине повезло больше. Одна из знакомых Ленки Елисеевой получила ее в подарок от кого-то, но то ли подарок не прижился, то ли даритель был не из тех, чьи подношения приятно видеть возле себя. Одним словом, божественная темно-лиловая вещица с позолоченной цепочкой в итоге оказалась у Нины. А Ленкин кошелек пополнился на 85 рублей. Родителям, конечно, Нина назвала куда более скромную сумму. Василий Иванович и Зинаида Александровна были прекрасными людьми, но судьба отучила их от всего, хоть маломальски смахивающего на расточительство. И они бы не поняли, зачем дочери такая дорогая сумка, когда в магазине можно купить изделие пролетарского райпромтреста рублей за 40, если оно из кожи, и всего за 8 или 10, если оно дермантиновое. Кот сверкнул глазами на девушку, промчался во тьме глубком тьмы и канул во тьму. Нина аж подпрыгнула от неожиданности, но тотчас же взяла себя в руки. — И чего я боюсь? — подумала она. — Совершенно нечего бояться. Идти оставалось совсем недолго, и Нина приободрилась. Скоро она будет дома. Вот уже слева видна вывеска «Хлеб» над новой булочной. Раньше в ней был другой магазин, но потом случилась какая-то темная история, после которой его надолго закрыли. А недавно, гляди-ка, стали ремонтировать помещение и даже покрасили наружные стены. Витрина булочной еще пуста, и нигде нет расписания работы. Но вчера, пробегая через двор, Нина видела, как рыжий рабочий прилаживал вывеску, стоя на кузове грузовика. Значит, скоро в районе откроется еще одна булочная. И очень хорошо, потому что та, в которой они обычно покупают... Но тут все мысли о хлебе и новом магазине вылетели у Нины из головы, потому что она разглядела впереди, во дворе, фигуру другого прохожего. Мужчина плелся, то и дело натыкаясь на деревья, бормотал какой-то вздор и вообще производил впечатление человека, который перебрал и совершенно утратил всякое ощущение реальности. — А вдруг он бросится на меня? — подумала Нина, холодея. — Что я буду тогда делать? Хлопнула дверь. Из дома выскочила взволнованная молодая женщина с шалью на плечах и подбежала к пьянчушке. — Ваня, это невыносимо! — закричала она срывающимся голосом. — Иди домой! — Не подду! — отвечал пьяница, решительно отстраняя ее рукой. — Господи, за что же мне это? — запричитала женщина. — Ваня! — Не трожь меня! — угрожающе хрюкнул пьяница. — Ты кто такая вообще? — Ваня! Ну, Ваня! — запричитала женщина, бегая вокруг пьяницы, который без силы пустился на скамейку. — Ванечка, пойдем домой! Ваня! — Женщина в полголоса заговорила с пьянчушкой, который, очевидно, был ее мужем или братом, и где-то, удачно заложив заворотник, не желал возвращаться к домашнему очагу. Нина сердито наморщила носик. Ее выводила из себя картина бытового разложения, невольной свидетельницей которой она стала. Особенно раздражал ее Ваня, вокруг которого так хлопотала незнакомка. Косматый, с давно не стриженной бородищей, одетый черт знает как, он походил не на советского гражданина, а на форменное пугало. Нина даже поймала себя на мысли, что переживать из-за подобного субъекта, прямо скажем, себе дороже. — Ну и сиди тут! — крикнула женщина с ожесточением и метнулась обратно в дом. Пьяница обмяк на скамейке, и тут Нина с опозданием сообразила, чтобы пересечь двор, придется пройти мимо него. Слева виднелась вывеска новой булочной, впереди темнела дверь дома, в котором скрылась собеседница Ванечки, а справа, в глубине двора, за редкими деревьями, маячил другой дом, поменьше. Нина часто видела его, пробегая мимо, но никогда не обращала внимания. Днем это было неказистое одноэтажное здание с двускатной крышей, выкрашенное серой, во многих местах облупившейся краской. А ночью — просто строение неопределенной формы и цвета, в котором не светилось ни одно окно. Скамейка с непредсказуемым пьянчушкой располагалась почти в центре двора, немного ближе к тому дому, в котором он, судя по всему, квартировал. В обычное время проще всего было пересечь двор по диагонали, пройдя мимо скамейки. Но теперь воображение рисовало Нине всякие ужасы, и она решила сделать небольшой крюк. Лужа возле булочной тоже сыграла свою роль. Увидев, как в ней отражается свет единственного на весь двор фонаря, девушка мгновенно приняла решение и стала обходить скамейку справа, забирая ближе к серому дому. Нина старалась двигаться как можно тише, чтобы не привлечь внимание жутковатого существа, откликающегося на имя Ванечка. А потому, когда Ванечка неожиданно шевельнулся и повернул голову в ее сторону, блеснув глазами сквозь космы, Нину охватила паника. Гррррр гражданка, проговорил пьяница неожиданно приятным глубоким баритоном. Куда идем? Нине очень хотелось сказать что-нибудь веское, чтобы поставить омерзительного пропойцу на место, но ее хватило только на сдавленный писк. Она метнулась в тень дерева, но пьяница уже поднялся на ноги и с проворством, поразительным для вдребезги пьяного человека, оказался возле нее. «Не подходите ко мне!» – пролепетала Нина, отступая в сторону. Больше всего ее испугало выражение глаз незнакомца. Было в них что-то отчаянное, что-то сумасшедшее, куда надежнее любых угроз, убедившее девушку в том, что ее ночная прогулка непременно плохо кончится. Боковым зрением она заметила возле серого дома движение. Оттуда кто-то вышел. Нина открыла рот, готовясь кричать и звать на помощь, но проклятый Ванечка ее опередил.